Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Гвинт – невероятная игра. Несмотря на то, что она пока не вышла на мобильных платформах и даже не имеет внятной даты релиза, или хотя бы сроков начала АБТ, у этой игры есть отличное подспорье, которого нет, например, у Близзардовских картишек. Во-первых, игра впервые упоминается в книжных романов Сапковского, а значит имеет под собой литературное обоснование, и уже тогда успела сделать себе некоторое имя. Потом она была реализована в виде мини-игры Ведьмак 3. В-третьих, она присутствует как обычная, настоящая карточная игра в реале, в которой могут играть два живых человека, находясь рядом друг с другом. Ну и наконец, игра пришла к своему логическому развитию, самостоятельный проект Гвинт – Ведьмак – карточная игра, которая в случае популярности будет представлять из себя не только доступную на всех платформах карточную игру, с возможностью игры с живым случайным игроком, другом или ботом, но и целую историю, интегрированную в карточную игру с озвученными диалогами и сюжетом. Сегодня же, в рамках этого небольшого видео, я хочу сравнить все три типа игры, которые безусловно о разном, но по сути схожи и даже немного едины, особенно сейчас. А также решить, какая из них лучше или хуже, и конечно же в чем, для кого и в какой момент времени. Начнем с самого первого проявления Гвинта в Ведьмак 3, как мини-игры. Я ранее уже озвучивал, что весьма предвзято отношусь к ней, ведь Ведьмак 3 – это игра про Ведьмака, который ищет свою дочь, попутно спасая жизни отдельных людей и всего мира в целом. И только один раз игра в Гвинт может спасти чью-то жизнь, в дополнении Кровь и Вино, в мире тысячи сказок. И то, можно не играть, а просто откупиться. В любом случае, было не до карт, особенно до конца первого прохождения. Но вот после, когда мир спасен, а уходить из игры не хочется, приходит время для карт. И я вижу два явных преимущества этих карт перед остальными. Во-первых, неограниченность времени. То есть можно остановить матч и сходить налить чайка и сделать себе пару бутеров прямо во время матча. Не париться из-за случайного включения интернета, или, например, нетерпеливого соперника, который после матча в реальный Гвинт решит тебе набить лицо. Ты сам управляешь всей ситуацией и всей игрой. Это явный плюс. Во-вторых, это моды. В недавнем видео я как раз затрагивал этот вопрос. И вы ведь согласны, что некоторые из них крайне хороши и забавны, но при этом никак не доступны в других вариантах. Я бы мог добавить еще третий пункт. Внешний вид карт и оформление боевой доски. Которая, по мнению некоторых, более строгая, каноничная и подходящая к такой карточной игре по сравнению с самостоятельной игрой. Но лично я, пока мне не сказали об этом, не сильно видел в этом проблему. А вот минус у этого формата игры только один. Ее жуткая топорность и однообразность. ИИ противников в Гвинте несовершенен. Не дорабатывается и легко обходится одной-двумя тактиками. Это навевает некую скуку, которая в совокупности с одинаковыми, неизменными картами лишь усугубляется. Если вы человек в консервативных взглядах, которому сложно перестроиться к новым характеристикам карт. И вы уже привыкли играть во внутриигровой Гвинт как мини-игру. То этот вариант для вас. А минусы при этом скорее являются плюсами. Вторая форма Гвинта, о которой я хочу рассказать, это игра с настоящими картами. В реале, с настоящими людьми. И начать я хочу именно с минусов, ведь на первый взгляд они доминируют. Во-первых, нужны карты. И вот тут я даже мог вообще остановиться и больше ничего не говорить. Ведь даже несмотря на закрытость текущего теста самостоятельной игры, в него играет куда больше людей, чем имеет реальные карты. Лично мне они попали в руки от одного подписчика моего канала, а также редактора нашей группы ВКонтакте. Человека, чьи уморительные сравнения вы могли не раз замечать. Зовут его Васимпл. Огромное ему спасибо за возможность оценить картишки и сегодня поделиться своим мнением о них. Ссылка на его стим в описании. Добавляйтесь. Чувак реально крутой. Так вот о минусах. Даже если вы стали вдруг счастливым обладателем реальных карт на языке, который вы еще и понимаете, то вы сталкиваетесь со второй проблемой. А где найти еще одного такого удачливого парня, который тоже имеет колоду и готов с вами сыграть? Да, вот и у меня таких не нашлось. Благо колода изначально включает в себя все фракции и набор карт для каждой из них. А значит выбрав разные фракции, вы вполне можете собрать играбельную колоду. Правда, скорее всего, вы и ваш компаньон заранее будете знать, против какой фракции вам придется играть. А значит колоду уже можно подготовить в соответствии с этим. Но мы отвлеклись. Допустим, мы счастливый обладатель одной колоды, в которую могут играть двое. При этом проблема со вторым решена не окончательно. И вообще это жуткий геморрой. В идеале нам нужен второй человек, который как максимум имеет свою колоду, о чем мы говорили ранее. Как минимум знает правила игры. В идеале нам нужна доска для гвинта или хотя бы довольно большая плоская поверхность. Чтобы разложить карты в 6 игровых рядов и по одному ряду для карт каждого игрока. Плюс поле для погодных эффектов, колод и отбоя. Нам нужен специальный безветренный день или помещение. Нам нужен человек, который будет подсчитывать текущий счет. Да нам дофига всего нужно, чтобы поиграть в несчастные карты. Гораздо проще просто зайти в Ведьмак 3, найти таверну и зарубиться в гвинт. Но то чувство, которое ты испытываешь играя в реальности, оно невероятное. Когда ты вживую выкладываешь карты на поверхность, когда ты видишь по лицу противника, что он задумал какой-то трюк, но ты его разгадал и победил более хитроумной контртактикой, реакция противника незабываема. И в этот момент ты понимаешь, что все эти замуты с поиском карт, противника и места окупились. Но, безусловно, гвинт это карточная игра, в которую можно играть в реале, хотя она и лишена некоторых своих качеств. Например, свои собирательные составляющие, ведь все карты вам доступны сразу, вам не нужно их собирать. От этого теряется некий шарм, и в этом мини-игра явно побеждает. Также она не так удобна, из-за всего, что я сказал выше. Тут даже банальное незнание особенностей и свойств карты может привести к проблеме, ведь в мини-игре любую твою оплошность игра пересчитывает автоматически, а в реале это может стать причиной для споров. Но, все это ничего не значит, когда ты начинаешь играть в реале. Это и есть, пожалуй, единственный и главный плюс такого типа гвинта. Настоящие люди, настоящие карты, настоящие победы и самые настоящие эмоции. Но, на мой взгляд, настоящие карты далеко не для всех, а только лишь для каждого, кто всей душой любит гвинты, таких как он, рядом с ним хотя бы пара человек. Они идеально также лягут в коллекцию человека, который любит собирать разного рода сувениры, ведь имея такие карты, не обязательно в них играть. Они могут приносить эстетическое удовольствие просто своим напоминанием о том времени, которое ты провел в игре. Также, отлично, они подойдут тем местам, в которых собираются люди, чтобы поиграть в разного рода настолки. Антикафе, например, бары при квестах, может быть даже современные библиотеки. Не знаю, как эти места называются точно, но если в этом месте много гиков, и они там тусуются постоянно, то найти среди них любителей и ценителя гвинта несложно. А там можно обзавестись и парочкой колод для целого турнира, или даже настоящим игровым полем. Ну и наконец, относительно недавно вышла самостоятельная игра Гвинт, Ведьмак, карточная игра. В целом, я слышал об этой игре в основном положительные отзывы. Она обновленная, она красочная, и она про мультиплеер, чего так не хватало во внутриигровом гвинте. Есть, конечно, и негативные отзывы, в основном они от консерваторов и касаются, например, внешнего вида доски. В мини-игре было лучше. Или переработанных карт. Опять-таки, в мини-игре было лучше. Но им просто нужно время. Я же хочу выделить те плюсы и минусы, которые заметил лично я. И забываем, что самостоятельная игра сейчас всего лишь в закрытой бете. И все еще может поменяться. Но для начала, лично мне, чертовски не нравится название игры. Вот хоть убейте, но меня бесит это от Гвинт, Ведьмак, карточная игра. Это не единое название, а набор хэштегов какой-то, призванный, чтобы привлечь людей и показать им, что Гвинт это не просто игра. Это игра из вселенной Ведьмака. Да все и так это знают. Я понимаю, люди в соцсетях хэштегами спамят, но игру так называть. Это ж надо до такого додуматься. Чем просто Гвинт им не нравится, не понимаю. Во-вторых, это ее сложность. Точнее, не просто сложность, а отталкивающая сложность первых 30-60 минут игры. Когда даже самые ярые фанаты Ведьмака и мини-игры в Гвинт, просто нихрена не понимают, что творится на поле. Ведь все карты, их сила и умения были полностью изменены. И поначалу ты как слепой котенок мечешься из угла в угол своей начальной колоды в попытках понять, что вообще делают эти карты. И как это все можно скомбинировать, чтобы победить. А еще и противник попадаются тебе все донатеры, которые задонатили бочек и уже с первого уровня фигачат картами, которые ты в глаза не увидишь еще месяц минимум. На проходе 10 игр, которые ты с попеременным успехом выигрываешь. Ты открываешь свои первые бочки, начинаешь утолщаться по картам, придумаешь стратегии, реализуешь их, начинаешь повышать свой винрейт. А игра становится более понятной и интересной. Ведь ты уже планируешь создание новых карт для улучшения своей стратегии, а также латаешь в ней дыры. Самое плохое это то, что игра находится в бете. Это ее главный минус, за которым тянутся кое-какие баги, постоянные патчи, правящий баланс, какая-то общая нестабильность и так далее. А также тот факт, что эта игра еще не открыта широкой аудитории. И в нее на самом деле играет не так уж много людей. Я как-то раз даже три боя играл с одним и тем же противником подряд. Но это бета и за эту игру ругать нельзя. А значит по сути остается только плюсы мультиплеерной, красочной, карточной, коллекционной, обновленной, в будущем с добавлением новых карт и одиночной кампании, игры в Гвинт. Ведьмак, карточная игра. Героем этого видео стал Васимпл, который от чистого сердца подогнал колоду настоящих гвинтовских карт и подарил мне возможность их оценить и поиграться с друзьями в реале. Спасибо ему за это. Ссылка на его стим в описании. Что же касается видов Гвинта, то каждый из них уже нашел свое место. Мини-игра в сердцах любителей ведьмака и консерваторов, пока не готовых к переменам. Реальные карты у фанатов на полочках или в наборах настольных игр для кампании и дороги. А самостоятельная же игра, пожалуй, должна стать основным полем боя для тысяч и сотен тысяч фанатов на ближайшее время. Ну а на этом все, ребята. Видео заложило лайк, а я подписку на канал. Если вы уже подписались, то не забудьте включить уведомления о выходе новых видео, нажав на колокольчик, чтобы первым узнать об этом. Видео про Гвинт еще будут, но я буду их чередовать с роликами по Ведьмаку, в котором у нас осталось еще очень много нераскрытых тем. Всем спасибо за просмотр, увидимся в новом видео. И на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok